Привет, друзья! С вами Сан Саныч, и вы на канале Взрослый Разговор. Сегодня 22 декабря 2022 года. 22, 12, 22. Я традиционно вещаю вам из Одессы. Вы задавали вопрос, можно ли купить елки, сосны в Одессе. И вы знаете, до последнего момента их не было, я ездил, смотрел. Но вот сегодня я приехал на рынок Початок, и меня приятно порадовало то, что очень много лесных красавиц. И сейчас мы будем узнавать цены здесь, посмотрим, что почем. А после этого я еще проедусь по району и узнаю, может быть, уже где-то начали их продавать и в других местах, потому что обычно это вот такие вот какие-то места специальные, где люди возле базарчиков каких-то, либо на каких-то проходниках их продают. В общем, видео будет крутое, поэтому сразу жду от вас жирный-прижирный лайк. Если вы до сих пор еще не подписаны на YouTube-канал Взрослый Разговор, то сделайте это прямо сейчас. Вот здесь, внизу под видео, есть кнопочка подписаться. Нажимайте на эту кнопочку, рядом с ней нажимайте на колокольчик, и вы точно не пропустите ни одного видео на моем канале. А на канале видео выходят регулярно. Кстати, недавно я делал обзор цен на искусственные елки на рынке 7-й километр. Я вот здесь оставлю подсказочку, обязательно посмотрите. Ну а мы начинаем. Доброе утро! Доброе утро! Почем ваши лесные красавицы? Лесные красавицы начинаются с 250 и... И выше? Что можно купить за 250, покажите? Да, 250 гривен можно купить. Допустим. Допустим. Допустим, вот он, 250 гривен. Здесь сколько? Здесь метра полтора даже больше? Да, метра даже больше. Ага. Пожалуйста. А самая большая сколько будет стоить? Вот такая маленькая. Такая будет меньше, да? Да, 150 гривен. Ага. Вот так это к бабушкам. Вот такая будет стоить гривен 700. Это здесь 2 метра, да, наверное? Чуть больше? Больше даже. Больше. А самая большая, вот сколько будет стоить? Какая у вас самая большая есть? Самая большая у нас вот там 3 метра. Ага. Его надо открыть. Да, да. Она будет стоить, ну, тысячи гривен самая большая. Две тысячи гривен самая большая? Тысячи гривен. А, тысячи гривен. Тысячи гривен 3 метра. Да, вот она стоит. Цена от чего зависит? От высоты и от пушистости, да? Пушистости, да. Высота и пушнота, все. Только от этого зависит. Еще такой вопрос. Это все легальные елки, сосны, да? Все с чипами, сертификаты, все есть. То есть люди могут не бояться, покупать смело, нести в дом? Конечно, конечно. Вопросов нет. Привезли 250 сосен, 250 чипов. Все есть, да? Да. Супер. Волынская область. А если у вас еще и подставки можно купить тоже? Можно и подставки купить, да. Подставка от 100 до 300 гривен. То есть вы, в принципе, здесь можете и обписать, и, наверное, даже поставить. То есть поставить, все как положено, замотаем, машину погрузим и отправим. И еще улыбку в подарок. Конечно. Торговаться с вами можно, если что? Можно. Конечно, можно. Это базар, надо торговаться. Сказали 500, надо просить за 400. Придут зрители канала «Взрослый разговор», скажут пароль «Я от Сан Саныча», Сан Саныча – это я. Вы сделаете скидочку, договорились? Обязательно. Спасибо. Хорошей вам торговли. До свидания. До свидания. С этой стороны, это у вас какое место? 50-е, да, наверное? Ну, тут сразу на въезде, в первый овощной навес, очень много вот таких вот красивых. Такие наборные почем? Вот такие наборные. А 250 и выше. Полметра 250. Самая маленькая 250, да? Вот такая вот. Потом 350, 450, 550. Вот такая самая большая 700. Ага. И так, и так. И начиная от метра до трех метров. Какая цена за метр? Какую хотите? Цена за метр какая будет? Цена за метр 600-700 гривен, не выше. Самая большая сколько у вас? 2000-2500. Это сколько метров? 3-3,5 метра. Ну, с вами же еще можно торговаться. Конечно. Да, это же базар. Она с питомника, она с чипами, она с документами. Все легально, люди могут не беспокоиться. Все легально. Супер. Друзья, рынок Початок. Да, спасибо. Люди, ну смотрите. Много всего. Так что, кого интересуют пихты, приезжайте. Рынок Початок. Их уже очень много. Друзья, на рынке Початок, как видите, очень много торговых точек, где уже продают лесных красавиц. Смотрите. Все в основном вот в районе первого овощного навеса. Вот этот навес. То есть, вот здесь сначала. Вот здесь вот. Смотрите. И вот там вот еще, видите, машина тоже выгружается. То есть, начали привозить уже достаточно много. Но хочу заметить, что, конечно, в прошлом году привозили гораздо раньше. Ну, мы все прекрасно понимаем, почему. И еще мне показалось, что цены немножечко ниже, чем в прошлом году. Напишите ваш комментарий. Помните ли вы. Но вот что-то мне показалось, что цены немножечко ниже. Но во всяком случае, точно не поднялись. А теперь давайте попробуем прокатиться по райончику и посмотреть, продаются ли где-то еще елки, сосны, пихты и так далее. Вот нашел еще такие вот наборные елочки. Ребята не захотели говорить на камеру, но сказали, что вот от 350 до 400 цена. Выбор есть большой. Это получается Бочарова. Вот это вот улица Бочарова. Вот там у нас Днепродорога. Все красивые пахнут лесом, пахнут Новым годом. Едем дальше. Друзья, я проехал всю улицу Бочарова. Это, в общем-то, самая бойкая, самая такая базарная улица на нашем районе. Ну и фактически только в одном месте я встретил елки. То есть нигде, обычно вот здесь вдоль дороги, там на перекрестках их продают, но нигде не было. Я даже заехал на рынок сельский, там тоже ничего нету. Едем дальше. Друзья, я объехал все бойкие перекрестки в нашем районе. Там, где в прошлые годы стояли елки или могли стоять. Ну, везде пусто. И я вот приехал еще в одно место. Это Днепродорога, угол Марсельской. Вот это Марсельская. За спиной у меня Днепродорога. Здесь всегда тоже был большой елочный базар. Я даже здесь делал обзор. Не помню, в прошлом или позапрошлом году. Делал его для своего канала и делал для канала один плюс один. Здесь всегда был богатый выбор тоже, но по состоянию на сегодня нету. Я думаю, что скорее всего не будет. Такая вот ситуация сегодня здесь, в нашем районе. Завтра я поеду в центр города, попробую поискать елки там. Ну, если найду, то, соответственно, сделаю обзор и напишу, напишите, пожалуйста, в каком районе города вы живете и где вы видели елки. Если у меня будет возможность, то я приеду, обязательно сделаю обзор, узнаю цены. Как я уже говорил в самом начале видео, я делал обзор на седьмом километре. Там вы можете сравнить цены на искусственные елки. И также напишите в комментариях, какие елки предпочитаете ставить вы, искусственные или свежесрубленные, потому что живыми их тоже назвать уже как бы не совсем правильно. Друзья, я жду от вас жирный-прижирный лайк. Если вы до сих пор еще не подписались на YouTube-канал Взрослый Разговор, то обязательно это сделайте. Если у вас есть ко мне личные вопросы, пожелания и предложения, вот мой инстаграм. Подписывайтесь на мой инстаграм, пишите мне в личку, я отвечаю очень-очень быстро. Это 22 декабря 2022 года. Я, Сан Саныч, традиционно вещаю вам из Одессы. И желаю вам мира, добра, любви и счастья. Пока!